Друзья, мы приветствуем вас на портале экзегет, отвечаем на ваши вопросы. Что делать, если я не могу простить человека? Дорогие друзья, есть такое слово простота. Вот у нас Бог простой. Помните слова преподобного Амбросия Оптинска, который говорил, что там, где просто ангелов, соста, а там, где сложно, ни одного? Смотрите, приведу пример по поводу простоты и сложности. Есть электрическая бритва. Электрическая бритва — это сложный механизм, это техническое средство, оно, безусловно, сложное, и мы очень рады, что люди благодаря технологиям это сделали. А есть обычный нож, острый. Вот электрической бритвы я могу только побриться, и точка. Ножом я могу побриться, я могу пойти по грибы, я могу порезать хлеб, я могу поиграть в ножички. Нож — это орудие убийства и орудие защиты. Нож — это просто, в принципе, красиво бывает даже предмет. То есть нож, который простой, но он многофункциональный. Бритва сложная, а может сделать только одно. Вот Господь Бог у нас простой, и Господь ждет от нас тоже простоты. Соответственно, слово простота и слово прости — это слова однокоренные. Поэтому, когда у меня есть какие-то проблемы с человеком, сложности, как мы говорим, упрощайте. Попросите прощения, и сложности уйдут. Если у вас просят прощения, прощайте, и сложности уйдут. Не хотите простоты, хотите, чтобы ваша жизнь была сложная, чтобы у вас и дальше были проблемы? Пожалуйста, у вас есть свободная воля, и дальше не прощайте. И дальше все усложняйте. День за днем пусть этих сложностей будет снять у вас все больше и больше. Пока вы под этим грузом сложностей не скатитесь в депрессию и не начнете пить таблетки, которые вам пропишет психиатр. Вам это нравится? Зачем вам эти сложности? Упрощайте. Прости меня, пожалуйста. Или прощаю тебя ради Христа. Так же, кстати, и Господу Богу. Чувствую, что у тебя что-то сложное. Подойди, Господи, прости меня. Упрости. Упрости. Не хочу этих сложностей. И Господь, который тоже эти, кстати, сложности не хочет, а в Священном Писании сказано, что нет радости на Неве более, чем радость об одном грешнике кающемся. Может вспомнить притчу о блудном сыне, с какой радостью отец любящий бежит навстречу кающемуся сыну, который просит прощения. Отче, прости меня. Больше не имею права называться твоим сыном. Так что, дорогие друзья, то, что вы не хотите прощать, это потому, что вы любите сложности. К психиатру идите. Ну, а если без шуток, как все просто. Прости меня и прощаю. И все. И нет никаких сложностей. От сердца главное. Если не получается, тогда, опять же, по простому правилу, молитесь об этом Господу Богу. Господи, пожалуйста, дай мне сил, чтобы я это все мог упростить. Даже если человек был совсем с вами несправедлив, даже если он виноват, пусть он сам с этим будет разбираться перед Богом. Господь судья. Он справедливо все рассудит. Это, кстати, совершенно не означает то, что мы не должны противодействовать злу. Ну, безусловно, если кто-то обижает моего ребенка, я обязан защищать своего ребенка. Но когда мы говорим лично про себя, когда меня кто-то обижает, то мне проще сказать, прости меня, пожалуйста, наверное, тебя как-то раздражил, и уйти в сторону. И, кстати, имею право не общаться с этим человеком. Но не общаться не злоб, стоя внутри, а примирившись и отойти в сторону. Помните, как Христос говорил, если ты пришел в дом с миром, а тебя там не приняли, то ты выйди из этого дома, отриси прах от ног твоих, и все. То есть выйди, забудь, и все, и живись беспокойно. Дорогие друзья, еще раз запомните, простота и прости – это слова однокоренные. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео. Спасибо. 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 Спасибо.